Мы открываем новую рубрику автора. В этой рубрике вы встретитесь с создателями как музыки, так и слов популярных произведений. Но вначале слово нашему корреспонденту Вадиму Долгачёву. Меня, например, одновременно восхищает и удручает творчество композиторов, которых я называю наперсочниками, авторов эстрадных песен. Среди них есть талантливые люди, но пишут они с главной целью – заработать как можно больше денег. Кого вы имеете в виду? Вопрос. Ну, например, Вячеслав Добрынин. Его «Синий туман» представляет наперсочный поп в кристально чистом виде. Эта фраза принадлежит нашему музыкальному критику Артему Троицкому. Мы пригласили сегодня в студию композитора Вячеслава Добрынина и попросили бы его прокомментировать вот такую сентенцию Артёма. Хорошо, спасибо за то, что меня пригласили, за внимание. Ведь, понимаете, когда человека приглашают и о нём даже вот пишут, пусть даже как-то, как это можно понимать, из этих слов, из этой цитаты, пишут не очень, может быть, лестно, хотя меня это не обижает. Когда человек вообще о нём пишут, его замечают даже часто в негативном виде, это говорит о том, что он, значит, кого-то всё-таки интересует, волнует, пусть даже такого известного музыкального критика, как Артём Троицкий. Хотя, в общем-то, для меня более известным критиком является Стасов, такой критик. Вот. И когда Артём Троицкий всё-таки, он специфический критик, он пишет только о рок-музыке. И, слава богу, я не являюсь представителем композиторов в рок-музыке, я, в общем, являюсь композитором в популярной музыке. Я бы даже сказал, в советской эстрадной песне, чем, собственно, и горжусь. А вот здесь единственное, что я только не понимаю, «Напёрстовник» — это, конечно, симпатичное название, это надо отдать должное. Артём, он очень придумал хороший термин, возможно, он войдёт в энциклопедию музыкальную. И если я, как представитель этого направления, войду в энциклопедию, как первый автор, я буду очень горд этим стареться. По-моему, Артём Троицкий имеет в виду то, что подобными песнями, подобными шлягерами композиторы зарабатывают просто денег. Вот как вы считаете, вот то, что в коммерции проникает на эстраду, проникает в искусство, это процесс нормальный, или в этом есть всё-таки какой-то душок? Западный. Западный, да. Очень смешно. Западный душок, а такого душка нет, как таково. Душок весь везде, где пишут музыку, не забесплатно. Есть такое выражение, знаете, я не обладаю даром, сочинять даром, мне оно очень нравится. Что касается меня, я пишу искренне. Для меня это самое главное. Мне кажется, что я остался самим собой уже в течение последних 15 лет. Дело в том, что я вот выступаю сейчас на концертах, и нет ни одного человека, который бы подошёл и сказал, знаете, вы нас обманываете, мы любим ваши песни, но вы обманщик. Такого я никогда не слышал. Вот, скорее всего, они, если им дать вот эту статью почитать Троицку, всем моим поклонникам, которых достаточно много. Да, я думаю, они его осунут. Вот, я думаю, они его осунут и даже могли бы его побить. Да, запросто. Вот, я думаю, что, пожалуй, так и надо сделать. Да, ну, можно как-то это оформить. Я думаю, что я этим займусь, да. Вот, ну, я как-то сейчас, если честно говоря, я, конечно, шучу. Я только что с Артёмом встречался. Надо дать должное, что у него гражданская, конечно, совесть есть. Он при встрече со мной не испугался, не ретировался, а так очень интеллигентно признался в том, что он всё-таки является моим давнишним, ну, если не поклонником, но уважает меня как автора, так сказать, и умеющего сочинять популярные песни. Вот, но почему-то, видно, он хотел вот этот термин применить ко мне, а главной к песне «Синий туман». Я, честно говоря, сам должен сказать честно, что «Синий туман» — это, наверное, конечно, невысокое, так сказать, очень художественное уровне произведения в том смысле, что с ним смотреть действительно объективно совсем так. В нём нет сюжета в этой песне, в нём почти даже нельзя понять, о чём там поётся, но меня интересовало в нём самоурожение в этой песне. Я всем говорю, да, для меня это какое-то самоурожение. Ну, знаете, когда человек испытывает эмоции, он что-то делает, я в это время испытываю эмоции и пою «Синий туман». Что в этом дурно? Правда? Да нет, конечно, прекрасно. Туман постучал в дома, шалью синей обнялся. Так уж было раз в предрассветный час, было несколько лет назад. Как Вы считаете, насколько композитор сегодня должен нести и моральную, и, не знаю, может быть, даже гражданскую ответственность за то, как он воспитывает в музыкальном отношении наше юное поколение и просто людей, любого. Это вопрос очень сложный. Я думаю, что воспитательная сторона музыки, она сейчас, действительно, она как-то потеряна. Особенно в жанре пук-музыки, популярной музыки. Рок-музыка, я не знаю, насколько она имеет воспитательное значение. Скорее, она имеет значение протеста против чего-то. Так мне кажется. Она ничего не воспитывает. А если уж говорить о воспитании, скорее, она несет заряд какой-то агрессии, какой-то злости, какой-то обиды на что-то. В общем, это скорее так. А вот я говорю про рок-музык. А уж что касается музыки популярной, Скажите, что может нести песня «Синий туман», кроме безобидного эмоционального соучастия с этой музыкой, когда ты ее слушаешь или когда ты видишь исполнителя? Речь идет о том, что если я так настраиваю аудиторию, так же, как настроен сам, то, значит, я ничего, кроме положительного, не несу сам. Так, что касается ответа на ваш вопрос, это вопрос сложный. И Градион Щедрин прав. У меня сейчас, действительно, молодежь почти не слушает серьезную музыку. Это на самом деле так. Ее слушают по-прежнему те люди, которые воспитаны были, так сказать, серьезно на музыку, которые всегда любили, и они ее слушают до старости, они ее любят. И более того, эти же люди, в свою очередь, напрочь не принимают никакую другую музыку. Хотя я знаю людей, которые очень любят классику, ходят на фирмонические концерты, и когда они слушают песни «Битлз», моего любимого, горячо любимого ансамбля, которого я до фанатизма предан до сих пор, слушаю его, люблю, и играю, и подпеваю, и, так сказать, мне это очень нравится, это моя вообще вся юность. Я знал людей, которые слушают серьезную музыку и любят при этом битву. «Сеять разумно и доброе вечно» как раз это и призвано популярной музыкой. Вопрос коммерческий. Ну, хорошо, я вас уверяю, что если бы отменили любые вознаграждения денежные, оплату, так сказать, за создание песни, за их исполнение этих песен, то я все равно, я должен признаться всем, кто видит эту передачу, что я бы не отказался от того, что я делал. Я продолжал делать то, что я люблю, то, что я умею, то, что я хочу, то, что я чувствую. Мне, конечно, когда сейчас на меня смотрят люди, думают, как вообще человек рассуждает, вроде какой-то неглупый, а какие же пишет песни, пишет песни, там «Не волнуйтесь, тетя», «Дядя на работе», вот, и все такое и прочее. Вы представьте себе, что так может быть. Дело в том, я знал какие-то классические, классические, я не помню сейчас точный пример, когда человек, так сказать, по-моему, или Эйнштейн, или кто-то из великих людей, которые, производя совершенно такую замечательную, совершенно такую высочайшую, так сказать, высочайшую работу ума, работу в каких-то лабораториях, производя впечатление очень умного, так сказать. Человек приходил домой и читал какие-то детективы, так сказать, какие-то, так сказать, самые такие примитивные нормальные. И если я, написав песню, слышу ее, где-то ее, кто-то ее исполняет, какой-то человек просто поет и напевает, насвистывает, для меня это высшая похвала. И вовсе не значит, что меня должны обязательно хвалить критики такого направления, как Актер Троицкий. Он человек изысканный, он эстет. Недавно я смотрел передачу вот эту новость о популярной музыке, он представил там такие ансамбли, о которых он говорил почти, так сказать, убежденно, что это почти гениально, что я просто, честно говоря, ничего не понял. Я, может быть, я подумал, что я сошел с ума, но я, во всяком случае, был не в восторге от того, что предлагал Артем Троицкий, как пример какого-то большого художнического поиска и высокого вкуса. Я по-прежнему буду писать песни, чтобы войти, может быть, в энциклопедию, как наперсочник. Вот, первый наперсочник, так сказать, в музыкальной энциклопедии. Но, правда, пример «Синего тумана», я не знаю, удачный или нет, можно было привести куда более такие и другие примеры, не только измывая творчество, но и историчество других композитов. Кстати, совсем недавно в газете «Московский комсомолец» была напечатана статья, которая называлась «Не сыпь мне соль на рану». Когда мне об этом сказали люди по телефону, я еще ее не прочитал, не успел, я где-то был в отъезде, приехал, а уже газета вышла, я ее не успел прочитать. И сказали, позвонили, говорят, «Слава, там написана статья». Я говорю, ругают, нет? Говорят, непонятно, как-то иронизируют. Но это даже, по-моему, даже хорошо, когда я действительно считаю, что вообще ироничный тон всегда полезен, потому что писать об этом серьезно нельзя, аж смеяться открыто, тоже как непозволительный журналист. А такой иронический тон, я сам человек ироничный, я даже по этому городу отрастил, чтобы эту ироническую выкупу так спрятать. Я очень доволен «Не сыпь мне соль на рану». Я вот написал такую песню. Когда я ее исполняю сам где-то в концерте, женщины некоторые плачут. А я говорю этим женщинам после концерта, зачем вы плачете? Я же так как-то иронизирую, думаю, что серьезно можно петь «Не сыпь мне соль на рану», она еще болит. Это же, в общем, как-то все очень, так сказать, аллегорично. Но они не понимают, может, таких каких-то слов, они просто искренне переживают. А вот эти товарищи из Москвы, они вообще очень ироничные. Так вот, «Не сыпь мне соль на рану». Вот плохая она песня или хорошая. Человек иронизирует, но она ему запомнилась. Если бы не запомнилась, то не стало бы вообще. А он даже назвал статью. Так что я, по-моему, в полном порядке. Да, я не сомневаюсь. Все равно, все-таки вы своими песнями приносите эмоциональную какую-то разрядку людям. Но, с другой стороны, лично вы с этим делом все-таки связаны, я имею в виду, я возвращаюсь опять же к коммерции на этом фронте. Короче, наш сегодняшний разговор, коммертоном этого разговора все-таки служит коммерческая основа любого творчества, связанного с созданием шлягерей. Шлягеры, вот. Вот это вот то самое слово, которое во все времена всегда всех раздражает. Должен сказать, кого всех? Тех, кто эти шлягеры не умеет писать. А кто их не сочиняет, тех эти шлягеры всегда раздражают. А кто их сочиняет, они к своим коллегам, тех, кто тоже сочиняет так же, как они, относятся, так сказать, нормально. Наоборот, когда им кажется, что это удачно, они звонят и говорят, слушай, Слава, ты написал какую-то симпатичную песню. Старик, здорово, нормально, ее уже все поют. Добрый желатель, человек мне звонит, и буду называть тот, который сам умеет это делать. А те, кто это не делает, так только, может быть, но я убежден, что каждый, наверное, все-таки хочет написать песню, которую бы пела вся страна. Такого нет автора, который бы не хотел. Поэтому шлягеры, а почему они оплачиваются? Потому что их все поют. А когда все поют, то, естественно, их там заказывают в ресторане. Чего в этом греха стоять? Ведь ресторан такое злачное, извини, но там же есть музыканты, причем профессиональные, которые играют какую-то свою программу. И они обязательно играют те песни, которые они заведомо знают, что вот эти посетители хотят эти песни снижать. Они как бы сами домысливают, что бы им сыграть такое, что бы удовлетворить. А у нас, конечно, приватное представление, что в ресторане пьяные сидят там, бросают как купцы деньги на сцену, сыграть там эти вот эти расхожие песни. Такого я не представляю. Не сыпь мне соль на рану, Не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, Она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, Не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, Она еще болит. Субтитры подогнал TG. Субтитры подогнал TG. Продолжение следует...